Волга Однако это самый трудный момент. К склонам нет нормальной дороги, по которой можно было бы доставить щебень. А без укрепления им вода в конечном итоге сведет на нет все усилия людей. Правительственные области эту проблему понимают и обещают помочь строительству дороги для подвоза материалов. Понятно, что все это управляется в финансирование. И наша задача – изыскать это финансирование. Финансирование будет предоставлено, поскольку мы не можем просматривать финансирование берегопредительных работ без сопутствующих инфраструктурных и инженерных сооружений. Поэтому других вариантов у нас нет. Мы будем это делать в полном объеме. Решение проблемы по одному участку не приведет к снятию ее полностью. Тем более, что, согласно законодательству, вопросом берега укрепления должны заниматься муниципалитеты. А они явно не могут тянуть эту задачу в финансовом отношении. Регион в настоящий момент может быть спокоен за такие населенные пункты, как город Новоульяновск, город Сенгелей, где в настоящий момент в целом решены вот эти вот вопросы и в целом закреплены склоны. Проблемами остаются участки в Старой Мане, Ундрах, Панской Слободе, Исланцевом Руднике. Есть они в областном центре. И без вмешательства федерального центра, а также межрегионального сотрудничества, многие из этих вопросов не решить. Благо, сейчас действует национальный проект «Экология», основной частью которого является федеральная программа по укреплению берегов. С рядом объектов на следующий год в нее собирается попасть в Ульяновской области. Егор Тистоф, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.